Ты меня никогда не прогонишь Один художник хорошо, а два лучше Тем более, если их творчество отражает мужской и женский взгляд на мир, который нас окружает Под таким девизом Закарпатье посетили работы супружеской четы из Одессы Благодаря этому стены Закарпатского музея Имени Иосифа Бакшая увидели мир, не покидая улицы Жупанатской Выставка очень такая вот, как раз мартовская По-моему, как-то так очень удачно она получилась И такая весна, и в залах тоже такое весеннее настроение Я вижу, что художники профессиональные Я занимаюсь примерно этим же То есть информализмом Стараюсь ездить по миру Приезжать домой, обдумать и потом работать Тут чуть-чуть другой подход Работают люди с натуры, это видно Техника очень хорошая И я как-то зашел, у меня было мало времени Но общее впечатление очень такое веселое и приятное Феерия путешествий Такое название носит экспозиция, которая проникла в залы старого здания в первой декаде весны Галина и Анатолий Кравченко – супруги, которых объединяет не только семейный очаг Но и общее дело Они – художники А в поисках вдохновения еще и путешественники Семейная чета акварелистов из Одессы представила на суд закарпатских зрителей свои работы С их творчеством почитатели акварели знакомились в художественном музее имени Иосифа Бакшая Одесские художники к нам попали не случайно Совершая тур по Европе, они оказались в художественном музее и предложили нам выставку Феерия Мандрев, так назвали они ее И нам было интересно после львовских работ увидеть, как работают мастера Одессы И вот одесситы, согласовав время, представили нам акварели Это буквально зарисовки, которые делает автор во время поездки или наблюдая красоту внешнего мира Анатолий и Галина Кравченко работают с акварелью Предвестницей многообразных живописных техники, школ, стилей и направлений Акварель – один из самых поэтичных видов живописи Очень часто это слово используется в литературе Обычно так называют какую-то легкую лирическую зарисовку, либо новеллу Полную светлых, ясных и нежных образов Богатая и многоликая акварельная живопись позволяет дать оценку уровню мастерства ее создателя Умелое использование и сочетание всевозможных приемов живописи, виртуозное маневрирование в рамках сухости и влажности – данные факторы и являются критериями оценки Рисунки аквареля не имеют какой-нибудь самостоятельной автономной техники Поскольку последняя находится в четком подчинении цели или задумке творца Почему несложно сделать вывод – акварель многообразна и индивидуальна, как и людские почерки? Ни для кого не секрет, что так можно сказать про любой вид искусства Однако именно акварель по-особенному восприимчива к, так сказать, темпераментному движению кисти Которая исходит из пребывающего в движении духа мастера В эту струю входят отношения к материалу на творческой, психической и философской ступенях Именно здесь, вероятно, и кроется тайна владения технической стороной этого жанра Занимаясь акварелями, вот в начале своего творческого пути Они не входили еще в монументальную роспись и монументальную живопись Но пришло время, когда надо было заняться монументальными работами И уже имея тот багаж наработанный, казалось бы, в камерной живопись, в камерных работах Толя с Галей взяли за монументальную работу То есть они еще в Ленинграде учились, кстати, одно время То есть они учились еще И еще учились, как делать монументальную работу И они вот с этих церквей, я помню, вот в Тернопольской области расписывали центры Еще где-то во Львовской области расписывали центры Но это вот дало толчок к монументальным росписям И уже вот в Одессе Толя и Галя, они как всегда идут как соавторы Они уже выступали не просто как исполнители, они уже выступали как авторы проектов Основными качествами живописца, без которых никак не обойтись в процессе воплощения образа Неподатливой, прихотливой, но такой желанной акварельной живописи Являются высокая концентрация энергии При этом четкое понимание поставленной задачи Тонкое ощущение воды, бумаги, красок и трезвость самообладания Вот ключ к успеху Субтитры создавал DimaTorzok Техника акварельной живописи Наряду с оценкой уровня мастерства живописца Ценится исходя из легкости, а также быстроты исполнения Умение придавать материальность фактур и предметов Безошибочное чувство композиции рисунка И тонкий вкус при исполнении отдельных деталей Это и есть мастерство акварелиста Галина и Анатолий Кравченко на открытии своей экспозиции в Ужгороде Присутствовать не смогли Работы одесских художников Закарпатья Представляли их друзья Спиридон Павленко уже много лет знаком с семьей Кравченко Как утверждает художник, супружеская чета акварелью свое творчество не ограничивает Кроме акварели Анатолий и Галина Кравченко занимаются еще... Они заканчивали Львовский полиграфичный институт Эмилии Федорова Галя раньше в 90-м, то ли в 91-м Они выпускались как графики книги Они занимаются книжной графикой Это и есть специализация Но кроме этого они еще занимаются монументальными росписями Реставрацией монументальных работ В частности, это церкви, это дома Галина и Анатолий вместе с 1977 года Помимо таланта живописцев Судьба одарила их Еще одним достоинством Считает друг семьи Кравченко Татьяна Задорожная Умением любить Перед нами пример Творческого, великолепного, любовного союза Они всю жизнь вместе Они стали работать вместе Еще студентами И прожили до заслуженных художников вдвоем Галя не только мама трех детей Она еще и заслуженный художник Украины Благодаря своим работам Без поддержки, без крыльев любви, которые обворачивают Ну никак от Толика не получится по-другому Перед вами чудесные Галины натюрморты Она пишет еще и портреты Я их видела в нее в мастерской Супруги Кравченко Были в Ужгороде уже несколько раз Они влюбились не только в этот город Но и во все Закарпатье в целом А когда они побывали в музее Они просто захотелось здесь сделать экспозицию Они об этом мечтали Администрация музея Приняла их очень хорошо Оформили их акварели На мировом уровне Безбликовое стекло Это чудесно Выставка будет смотреться легко Ее даже можно легко фотографировать Между нами говорят Практически на всех выставках Областных, всеукраинских, международных и персональных Анатолий и Галина Кравченки Выступают вместе Работая в одной технике Каждая из супругов сохраняет свой Неповторимый, узнаваемый стиль Они совершенно независимы, казалось бы Но они как единое целое Но несмотря что они единое целое Они каждый по себе индивидуум Каждый по себе индивидуум Но решения приходят совместно Вот почему-то у них так это получается Несмотря ни на что И так вот по работе Галя занимается натюрмортами Прекрасный я, конечно, натюрморт Толя занимается пейзажами Он более лиричен, Толя, чем Галя Галя, она более эмоциональная А Толя, он более, казалось бы, мягок Но они оба стойкие, очень крепкие И независимые люди У каждого своя мысль Свое творчество Но это вот в их семье Как-то соединяется воедино Вот так это получается И никто никого не подражает А у вас есть любимая работа Вот ваших друзей? Да, конечно, у меня есть Тут, если есть Вон с мушами Это старая работа Гали Она мне очень всегда нравилась Я даже спал как-то раз Под этим натюрмортом Вот Толе мне нравятся Его городские и морские пейзажи Очень Какую-то особую работу Но я не могу назвать Потому что Я их работаю все Работа Анатолия Кравченко В основном выполнены с натуры Их хорошо смотреть вблизи Он силен нюансами Плавными переходами От одного цвета и оттенка к другому Стихи на языке цветов Именно так в одной из статей Характеризовали восприятие Натюрмортов Галины Кравченко По мнению специалистов Художнице очень точно Удается передать цвета и фактуру Окружающего нас Растительного царства Величие и стройность лилий Простоту и гармоничность ромашек И мягкий бархатрос Тут есть конкретные картины, которые мне понравились Вот у Галины Вот натюрморт Называется белые и красные розы Он мне очень понравился Он такой в каком-то французском колорите Таким, я бы сказал, такой Даже постимпрессионизм присутствует в нем А у Анатолия Именно вот я вижу, что он где-то у нас в Карпатах остановился Тут маленькая работа, каменка она называется Чудесная в технике И меня просто она привлекала Анатолия Которые сделаны Анатолием Кравченко Это акварели задушевные, камерные, очень лирические и мастерски выполненные Разная тематика, но в основном это городские циклы Это пейзажи городские, ландшафты Это морские какие-то сцены Работы выполнены виртуозно Очень грамотно, технически И говорят о том, что мастер определенный уровень, конечно Он технической подготовки прошел Анатолия Работа его супруги Галины Это совершенно другой мир Мир эмоциональный, очень экспрессивный, очень динамичный Он не настолько скрупулезно прописан, как у ее супруга Но этот мир говорит о том, что женщина, она полна очень большой энергии Энергетика, экспрессия, динамика в полотнах И масса, масса цветов Женский мир, мир доброты, нежности, любви, заботы о семье Это все Галина Кравченко Я думаю, что сочетание таких двух мастеров Производит незабываемое впечатление И все, кто видит эту выставку Будут рады познакомиться с мастерами из Одессы Тем более, что этой выставке предшествовала выставка «Зайца» нашего земляка Который живет и работает недалеко, поблизу Одессы Вот такие мастера Необычные, оригинальные, очень виртуозные Представленные на выставке Субтитры создавал DimaTorzok Естественное совершенство натюрмортов Галины Кравченко Лишь сильнее оттеняет заурядность жизни, которая лишена природной прелести Художница убеждена, что цвет – главное в картине Единственное условие – он должен быть положен в нужном сочетании И не отвлекать зрителя от лаконичного рисунка и гармонично организованной композиции Галя, она, я повторяюсь, она экспрессия, она выплескивает эту краску Она эту краску выплескивает, потому что это там прорисовывает То есть, когда Галя работает, к ней лучше не подходить Галя работает очень спокойно, он знает, что он хочет написать Он это делает совершенно спокойно, мы будем говорить, не напрягаясь Делает свою обыкновенную, будем говорить, работу, которую он умеет делать И все, ну это получается, что он выбирает это настроение Он не может просто сесть вот и работать, должен выбрать Ему интересно небо, воздух, ну все как угодно Ну это у него совершенно спокойно А Галя, она более такая воинственная, воительница такая Субтитры создавал DimaTorzok Галины работы женские, в лучшем смысле этого слова Мужчина не умеет так нарисовать тепло, живое солнце, живые оттенки Он архитектор, график, скорее модернист, урбанист Поэтому, даже если я вижу новые работы, я сразу узнаю, это Галина, это Толина И Толины, я восхищаюсь ими, но ближе мне Галины Галины я люблю, как ее саму Она чудесный человек Галины Галина Галина Это два разных автора. И я была удивлена, насколько раскрылась женщина, насколько Галина раскрылась в своих работах. Ведь для работы имеет значение, как она оформлена. Если это просто лист, он валяется, и никто не обратит внимания на это сочетание цветов, или оно подано как следует. Подача, вот такая, как делается графическая подача, то есть есть паспорту, есть рамочка, есть определенное поле, есть законы экспозиции. И работы, они совсем говорят по-другому. Меня поразила она, действительно, своим внутренним миром. Видно, что эта женщина очень большой мощи просто. Работы одесских акварелистов пришлись по вкусу и местным художникам. Владислав Габда считает, что опыт коллег дополняет и освежает послевкусие собственного труда. Это совершенно разные школы. Может быть, поэтому и интересно будет Закарпатцу или Ужгородцу прийти на эту выставку, потому что все-таки глаз так начинает останавливаться на наших художниках, примерно их уже знают, и когда приходят на выставку, уже примерно знают, что они увидят. А тут, думаю, будет всем очень приятно увидеть другой подход. Другой подход. И идет речь об акварели. Это очень точная техника, где а-ля прима работают, и ошибаться нельзя. То есть человек под впечатлением должен выразить молниеносно свою мысль. И здесь это удалось. В целом впечатление от работ супругов Кравченко – это отдых для души, умиротворенная радость, которой так не хватает в суровой реальности. По словам общих знакомых, их невозможно представить друг без друга, и в то же время трудно определить, какую роль в семье играет каждый. Сохраняя свою индивидуальность, они стали единым в целом, в жизни и в творчестве. У обоих твердый характер и доброе сердце. И еще, они оба несут в мир гармонию и красоту, без которых люди перестанут быть людьми. Играет музыка. 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 Играет музыка.